Продолжение следует... Прошу, Максим. Преподаватель информатики. По оценке различных исследований, в Латвии на сегодняшний день работают примерно 10 тысяч IT-специалистов. Компания Accenture Latvia – это самая большая компания в стране, у нас работает примерно 550 человек. То есть, если посчитать всё вместе, по нашим базам получается уровень 10 тысяч. В сравнении с тем количеством специалистов, которые есть в Финляндии, на душу населения, мы значительно им уступаем. И при этом из-за размеров страны IT действительно является очень приоритетным направлением, потому что оно позволяет при небольших объёмах достигать высокоэффективных продуктов, продуктов с высокой добавленной стоимостью. Соответственно, по статистике, сейчас должна была появиться новая статистика за этот год, это примерно прошлый год, да, то есть этот процент он улучшается, но из 350 школ программирование преподается в Латвии где-то от 50 до 70, там 50 до 100, да, то есть в зависимости от года. При этом Латвия отличается тем, что у нас в полной обязательной программе есть преподавание информатики, которое включает в себя основные знания пользования компьютером, но не включает в себя программирование. Ну и, соответственно, средний доход этих специалистов, как в любой другой стране, в IT значительно выше, и поэтому для нашего населения, для наших граждан и неграждан это очень большая возможность. Естественно, стоит упомянуть то, что запуск нового бизнеса в сфере IT, он не требует высоких затрат, как, мы знаем, металлургии или там всё что, любой другой бизнес. И, естественно, IT можно заниматься по большому счёту из любого города в стране, то есть население Латвии разделено ровно на две части, половина живёт в Риге, остальная половина живёт во всей остальной Латвии. Соответственно, есть очень много маленьких городов, которым небольшие IT-предприятия, в принципе, пошли бы очень сильно на пользу. Но здесь появляются проблемы яйца и курицы, когда приходит новый бизнес, типа нашего бизнеса, мы спрашиваем, а где у вас IT-специалисты, они говорят, ну вот вы придёте, и они сразу появятся. Поэтому, как известно, проблему яйца и курицы, её можно решать исключительно методом разрубания Гордеева узла. То есть кто-то просто говорит, вот давайте мы будем первые, начинает, и тогда, если там Бог даст, всё удастся. То есть вот исходя из этой статистики, которую в своё время этот мыслительный процесс запустил, собственно, сам Вестур, зародилась эта программа. То есть наша задача – это помочь стране использовать потенциал и подготовить как можно большее количество людей в школах, у которых есть хорошие, сильные знания в IT. Соответственно, другой момент, что сейчас, когда программа находится на таком стадии очень широкого запуска, мы, естественно, разговаривая со школьниками, всем говорим о том, что 10%, может, 15-20%, что уже нереально, пойдёт заниматься IT. Все остальные пойдут заниматься чем-то другим. Но на сегодняшний день информационные технологии вам либо дают работу, либо они у вас отнимают работу. То есть пример с машинами использовать не будем, другой, более интересный пример с юристами. То есть на сегодняшний день появились достаточно серьёзные экспертные системы, которые заменяют очень большое количество человека-часов, которые юридические фирмы затрачивают на исследование их кейсов. Особенно это применимо для стран с прецедентным правом, где нужно проанализировать не только законодательство, но судебные решения, сложить их в некую логическую цепочку. Но вот как это ни удивительно, невероятно, на сегодняшний день это уже происходит. Соответственно, в больших юридических фирмах десятки, сотни тысяч человек, если они раньше нанимали огромное количество студентов из университетов, чтобы те перепахивали вот эти вот прецеденты, то есть вспоминаем фильм «Фирма» с Томом Крузом, да, то есть там Том Круз сидит ночью, и там куча этих огромных томов, и он их читает, да. То есть вот это всего, от этого всего уже можно отходить, этого всего уже можно избежать, но с таким результатом, что студенты, которые заканчивают юридические факультеты, они не имеют таких возможностей, да. То есть в Штатах, где система очень сильно перекошена юридическая, то есть это огромные суммы, клиенты платят огромные суммы, то есть там этот процесс уже начинает сдвигаться в эту сторону, потому что юридические фирмы очень заинтересованы своей девочке сокращать. Соответственно, компоненты программы «Старт-ТМ» первое – это серьёзная работа со школьниками и учителями. Наша система образования является в очень сильной степени федеративной системой, то есть по большому счёту, если директор какого-то учебного заведения считает, что вот он хочет то, что он хочет, то он всегда сделает вот именно то, что он хочет, да. То есть есть определённые направления, но у него есть очень большое право как бы решать, да. То есть вот здесь присутствует директор школы профтехучилища в Екопилсе, то есть он является как бы одним из таких хороших примеров того, что если человек что-то захотел, он это просто возьмёт и сделает, да. Соответственно, другой момент – это школьники и особенно их семьи, да, потому что пока в семьях нет понимания того, что важно, что не важно, на что детей нужно направлять, ну, любая государственная программа, она в итоге провалится. То есть если мы… Мой любимый пример – это предложить всем посмотреть на разные мигрантские группы в Штатах, посмотреть, какие мигрантские группы выдают больше студентов хороших университетов. То есть мы там увидим китайцев, корейцев, евреев и потом всех остальных, да. Начинаем смотреть вот в этих трёх группах, чем они отличаются от остальных групп, и реально они отличаются совершенно точным, жёстким направлением своих детей в какую-то определённую сферу, да. То есть если не верите, почитайте книжку на Амазоне, такая книжка «Тайгер Мамс», да. То есть про азиатских мам, вот именно в Штатах, и то, насколько, ну, серьёзно они массируют своих детей, чтобы они направлялись в правильном направлении, да. То есть в западном мире это не настолько принято, у нас есть, как бы, концепция демократии и свободного выбора, да. Но здесь вопрос, что является более эффективным, ну, более функциональным подходом, что приносит пользу нам. По исследованиям одного из наших банков, Светбанка, IT, знания в списке семей находятся на очень-очень высоком месте. Эта ситуация изменилась какое-то время назад, 2-3 года. Они находятся в тройке топ-знаний, которые родители считают, у детей должны быть, да. То есть мне кажется, что это один из залогов нашего успеха. Следующий момент это... Так, не повышу, что это надо было бы листать. Следующий момент это создать бесплатные электронные курсы, да. Соответственно, мы все знаем про огромное количество стартапов и в России, и в Штатах по изменению подхода к образованию, с одной стороны. С другой стороны, это все проходит достаточно сложно в школах, да. То есть не всегда это легкий процесс. Очень часто мы видим ситуации, когда запускается новая организация, эта организация запускается с коммерческими целями, она создает какие-то курсы и пытается их запускать, продавать и тому подобное, да. То есть то, что мы решили, что для IT-организации Латвия не является слишком большой тратой вложить деньги и создать эти электронные курсы. То есть на данный момент проект финансируется Accenture Latvia только, но к нам подключились уже две другие компании. По большому счету у нас создается такой серьезный кворум, когда IT-компании в стране объединились, создали вот эту организацию, она как бы, это отдельный бренд со своей отдельной графикой и так далее и тому подобное, и создает вот эти вот курсы, да. Я вам покажу, как это выглядит. Да, то есть вот это вот третья лекция, человек на экране, это президент ассоциации учителей информатики Латвии Оскар Слоусис. То есть это введение в программирование, эта лекция, она останавливается тогда, когда нужно задать вопросы, она задает вопросы и пускает дальше, если вопросы отвечены. Это лекция, здесь можно скачать PowerPoint. Каждый раз, когда мы выпускаем новую лекцию, мы устраиваем видеоконференцию, это происходит по пятнице. Все школы, которые участвуют в этой программе, они подключаются. Мы представляем новую лекцию, учителя могут задавать вопросы. После каждой лекции мы собираем обратную связь, а все ошибки, которые учителя находят, они попадают в общий список ошибки. Исправляются, насколько это возможно быстро, предложения, улучшения ставятся в список, и мы их делаем как бы на следующей итерации. То есть процесс организован в таком достаточно коммерческом смысле, с точки зрения того, как примерно работает предприятие нормальное, не то, как работает госорганизация. Соответственно, следующий момент, что все эти материалы организациями, которые их создают, они отдаются в общественное пользование, согласно принципам open source. То есть никто из участников не сможет потом их как бы требовать обратно и требовать за них деньги, что является очень важным. На данный момент в программе задействовано от 70 до 120 школ. То есть школы начало 120 школ. Вообще сложно сказать, какое количество из них закончат. Это будет как бы следующее важное число, сколько детей закончат. Естественно, разработанный портал, он позволяет делать огромное количество интересных вещей. Скажем, если мы видим, что у нас ребенок смотрит какое-то видео, и он его несколько раз перематывает в каком-то месте, мы знаем, что он не понимает. То есть достаточно создать индекс тем по вот этому времени прохождения фильма, и мы знаем, где у него проблемы, мы можем направить учителя в это место. Это нельзя сказать, что это наша инновация, это инновация одной из американских фирм, но это позволяет нам предсказывать те места, куда учитель должен тратить время. То есть я сам тоже преподаю, я преподаю в университетах, и вот в этом году, начиная новый учебный год, было собрание учителей, и основная тема у всех учителей была одна. Появилась ли твоя, твой курс в Ютьюбе, то есть у нас преподавание идет, это школа MBA, преподавание идет на английском, соответственно, конкуренция на английском в Ютьюбе больше, чем на русском, на латышском. И вот это вот была первая основная тема, которую все обсуждали. Потому что, естественно, как только появляется твоя лекция в Ютьюбе, твоя жизнь абсолютно меняется, то есть уровень конкуренции, он сразу же повышается. Я думаю, что это неизбежно, неизбежно для всех, и произойдет достаточно, в общем-то, быстро. Для того, чтобы процесс происходил, процесс введения этих изменений происходил в таком живом общении, мы проводим конференцию вместе с ассоциацией IT-учителей. Она проходит раз в году в августе. Соответственно, на этой конференции мы стараемся дать как можно больше информации о том, что происходит, какие изменения, чтобы людям не казалось, что их знания какого-то конкретного языка защищают их от каких-то веяний времени. Ну и, естественно, происходит диалог о том, какие вопросы будут важны для нас в будущем. И следующий момент – это широкая коалиция, то есть Латвийская республика является парламентской республикой, и поэтому у нас в парламенте, исходя из парламента, идет много различных фракций, которые между собой пытаются найти общий язык. И для того, чтобы что-то произошло в культуре страны, важно, чтобы была изначально создана некая коалиция, возможно, разных партий, это обычно разные партии или разные организации, которые вместе для достижения конкретно данной цели согласно сотрудничают. Соответственно, здесь была создана коалиция компаний Accenture, мы это начали, РТУ, Первая гимназия, Латвийская ассоциация IT-образования и компания МАК-ИТЭ. То есть участники участвуют какими-то своими средствами, когда нужны средства внешние, то есть платят за маркетинговые мероприятия, то за это платим мы, но в принципе все соучаствуют. То есть, что еще важно по поводу портала? Здесь вы видите вот эти вопросы. По поводу каждой лекции есть форум. То есть на этом форуме можно задать вопросы, можно получить ответы и так далее. Наше последнее большое достижение – это то, что мы каждому преподавателю, ну сейчас это 50-70%, я не смотрел последнюю статистику, прикрепили ментора из индустрии. То есть мы нашли среди вот тех трех организаций, которые нас поддерживают, людей, которые готовы отвечать на вопросы. То есть им можно позвонить и задать вопросы. Мы учим программирование на Java. Почему? Потому что мы посмотрели на топ языков, там CC++ занимает первое место суммарно, дальше Java, дальше .NET. Мы хотели сделать, чтобы система была, то есть можно было программировать для телефона, потому что это классно. Можно показать своим друзьям, что у тебя что-то есть на телефоне. Соответственно, выбор телефонов был в пользу Андроида, потому что 84-85% новых телефонов – это Андроида, они значительно дешевле. Айфон и Майкрософт, Виндоус отпали. Да, Майкрософт, Виндоус там 34% рынка занимает на данный момент. Соответственно, это Андроид-телефоны, программирование на Java. Ну вот у нас на данный момент в группе менторов где-то от 30 до 40 джавистов, которые готовы ответить на вопрос учителей. Сейчас происходит пилот. Естественно, ни одна программа обучения не может нормально пройти без пилотного проекта. То есть выкатываются эти лекции, мы смотрим на то, что говорят люди. Благодаря участию Вестера мы изначально разрабатывали эти лекции в синхронизации с государственной программой. То есть мы не пытаемся делать какие-то революции в тех местах, где их не надо делать. То есть эта программа есть, она нормальная. То есть мы делаем материал для государственной программы преподавания программирования. Она у нас, по-моему, 4 семестра, да? 4 семестра, да? То есть эта программа есть, она определена. Как бы те школы, которые хотят, они это могут делать, да? То есть мы помогаем тем школам, которых не было своих ресурсов, не было своих преподавателей, для того, чтобы это запустить. Все. С моей стороны все. Какие-то вопросы? Вопросы. Наверняка будут вопросы. Владимир Чеботарев, Москва. Вот интересный тезис услышал по поводу нагрузки на специалистов, ну, в частности, на юристов. Возникла мысль такая, что с одной стороны, да, появляется база данных, появляется легкая возможность навигации, поиска, да, если это, как вы сказали, прецедентное право, да? Ну, или поиск соответствующего законодательства в системах. Но, с другой стороны, объем, вот, материалов, объема работы, он не уменьшается, как вот мне видится, поскольку, ну, информационная сфера, она тоже порождает определенный, ну, массив и объем, ну, работы для юриста. Потому что вот сегодня активно развивается такое направление и специальность информационное право, которое пытается регулировать все, что происходит в информационной среде, в сети интернет и так далее. То есть у нас вот есть такой опыт внедрения, например, систем информационной демократии, да, например, для чиновников, это, ну, совершенно непредсказуемые последствия могут быть идти. Да, если раньше по почте приходило в месяц, там, два, три, четыре запроса, да, сегодня через сеть это может быть сто, двести, там, и тысячи запросов, на которые они, опять же, должны оперативно реагировать. Поэтому, ну, вот интересно, как вот вы думаете, необходимо сегодня, вот, и как у вас это происходит, уделять внимание не только, скажем, вот, ну, профессиональным непосредственным компетенциям, связанным там с информатикой, да, для специалистов, и вот правовое обеспечение информационной деятельности, потому что у нас сегодня, ну, в интернете тут же очень много преступлений совершается, там, связанных с, ну, скажем, с нарушением прав на защиту информации и так далее и тому подобное. То есть, вот, здесь, мне кажется, должны параллельно идти. Я думаю, что с точки зрения юристов и количества, грубо говоря, рабочих мест, я таки думаю, что уменьшится, потому что новая сфера, ну, информационного права, она не заменит всего того, что может автоматизировать система, да. То есть, если мы вспомним эксперимент IBM с игрой Jeopardy, где компьютер отвечал на вопросы, да, то то, что они сделали, они загрузили в Википедию, то есть, реальную Википедию в этот компьютер, и компьютер мог отвечать на вопросы ведущего, которые вводились с кейборда. То есть, был исключен вот этот момент, что он должен был понять речь, он получал с кейборда одновременно с окончанием, ну, как бы, фразы ведущего, да. И там ситуация такая, что если посмотреть на эту игру Jeopardy, то эти вопросы на английском языке задаются исключительно сложным языком. То есть, эта игра известна тем, что он задает вопросы, то есть, они будут задаваться сложнее, чем что, где, когда. То есть, что, где, когда, там задается конкретный, ну, точный вопрос, да. А здесь задается вопрос, там, с пятью, десятью разными намеками вглубь, да. И компьютер все это обрабатывает. То есть, это означает, что он может создать, ну, семантическую цепь, проверить ее вниз и выдать ответ, да. То есть, я думаю, что если то же самое применить к юристам, то это может привести, как вы говорите, к непредсказуемым последствиям. Потому что, действительно, можно загрузить все прецеденты, да, и, там, задавать вопросы, получать ответ. Говорите о том, что мы можем, ну, создать какой-то массив, и все равно, вот, технологии, они будут немножко, как бы, поспевать за этим процессом. Потому что законодательство, оно все время развивается. Ну, я бы позволил себе не согласиться, потому что право, да, динамичный процесс, но все решения судов, ну, рано или поздно, они будут попадать в электронную систему, если они уже туда не попадают, да. Ну, это прецедентное право, то, о чем вы говорите, мы же имеем разные системы. Ну, допустим, там, в российском праве, в латвийском праве, то есть, есть свод законов, он уже в системе, но в обоих системах прав решение судов все равно имеет значение в тех случаях, когда это находится, ну, как бы, между строк закона. Да, да. Поэтому я думаю, что мы вполне можем прийти к тому, что твой лучший юрист – это какая-то экспертная система. То есть, ты, как бы, корректно, как бы, ставишь вопрос, и она тебе может ответить. Вы допускаете, что правоприменительная практика сведется к тому, что будет просто поисковый запрос введен в систему и вынесен на решение в течение, там, нескольких секунд? Я думаю, что решение будет всегда выноситься с человеком, потому что здесь мы, тоже так же, как с машинами, мы заходим в область с машинами и этими дронами, которые американцы пускают по всему миру, мы заходим в область этики, да, то есть, несет ли ответственность инженер за аварию, произведенную машиной или нет. Вот, этот вопрос, он настолько нетривиальный, что это, мы сейчас это не сможем обсудить, да. То же самое с этими дронами, то же самое здесь. То есть, я думаю, что в этой ситуации мы будем очень интересно столкнемся вот с этим моментом. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, вы указали, что при следующем семинаре вы будете привлекать учителей математики, да. Сейчас, я так понимаю, то есть, у вас в вашем проекте участвуют только учителя информатики и IT-сферы. И еще одна вещь, которую вы упомянули, это вот материал, когда ученик просматривает какую-то лекцию, он все время возвращается в какое-то место. Не кажется ли вам, что, может быть, материал преподается неправильным образом, да, и вам нужно подключить таких людей, как психологи или педагоги, простые, обыкновенные? Да, да, вполне можно подключать психологов. Педагоги здесь подключены, да. То есть, подключить к чему педагогов? Не всегда, допустим, учитель информатики, да, то есть, он как нацеленный на свой предмет, да, то есть, он, ну, ему кажется, все понятно. А педагог общей практики, да, который, допустим, методист, так называемый, да, который позволяет правильно структурировать материал? Скорее всего, да. То есть, на данный момент эта система не применяется как система самообразования. То есть, это, я не сделал акцент, да. То есть, это не система самообразования. Ее можно так применять, но каждый раз, когда лекция выкатывается, она выкатывается учителями. Да, то есть, они могут эту лекцию либо прочитать сами, и у них есть вот пример в виде видео, либо они могут запустить видео и в классе заниматься практикой, да, то извините, я не это не... Да, то есть, на данный момент мы не пытаемся заменять учителей, мы, как бы, долго этим заниматься не будем, да, это, как бы, не наша задача, но я думаю, что в следующие 3-5 лет в высшем образовании этот вопрос у нас встанет, как бы, очень-очень серьезным. И мне вопрос, если ученик самостоятельно захочет просто пройти, в конце думано ли какой-то, скажем, бумагой или что-то, что он вот действительно хорошо все сделал, и будет ли это учитываться где-то? Ну, сейчас мы это делаем как факультатив, да, то есть, с одной стороны, с другой стороны, этот факультатив, он соответствует государственным требованиям, бумаги, да, проект обеспечивает весь, ну, то, что мы называем маркетинг, то есть, у нас плакаты, которые мы высылаем в школы, кружки, всякие, ну, куча всего, и в итоге там будет этот диплом, да. Учитывая то, что проект на данный момент поддерживают, ну, уже 4 предприятия, и это по большому счету закрывает, там, чуть ли не 40%, 50% всех профессиональных IT-рабочих мест в Риге, то есть, я думаю, что если мы удачно пройдем следующие 3 года, само по себе это уже будет являться хорошим сигналом работодателя, что этот человек, то есть, мы точно будем знать, что они знают, да. Кстати говоря, когда дети программируют, они программируют игры, они не программируют математику, еще чего-то, они программируют разного рода игры, что тоже было важно. Ну, что ж, большое спасибо Максиму. Спасибо. Приглашаем Шереметьеву Владимиру Эдуардовичу. Замитикова. Центр образования номер 1329. Добрый день, уважаемые коллеги. Я свой доклад структурирую, у меня будет 2 больших части в этом докладе, я думаю, первая часть будет поменьше. Это информационное сообщение об ассоциации учителей информатики города Москвы. Я являюсь заместителем председателя этой ассоциации. Это сообщение вам поможет понять, что такое наша ассоциация, что она делает и чему мы служим. Итак, немного истории. Наша ассоциация молодая, наша ассоциация предметная создана в августе 2011 года, соответственно, нам всего 2,5 года. Мы уже как ассоциация состоялись. Наш рост следующий. В начале осени 2011 года у нас насчитывалось около 250 человек членов ассоциации. В конце 2012 года у нас уже было более 600, а в 2013 году у нас было 1200 членов ассоциации учителей информатики. Ну, наши коллеги из Латвии не знают, сколько вообще учителей в Москве и не могут оценить вот этот вот наш рост. В Москве точных цифр количества учителей информатики нет, потому что все считают по разным методикам. Есть чисто школьные учителя, добавляются к ним учителя начальной школы или не добавляются. Сейчас информатика даже в детском саду присутствует, добавляется ли учителя начального образования и дошкольного образования в это количество мы тоже не можем сказать. Кроме того, вот мои коллеги из профессионального образования могут добавляться в количество этих людей, и мы тоже не можем сказать, сколько их всего есть. Кроме того, многие наши коллеги преподают и в начальной, и в средней школе, или же в средней и высшей школе, поэтому количество учителей довольно такая сложная величина, и она складывается из многих других величин. Но вот то количество, на котором мы согласились, что в Москве порядка четырех тысяч педагогов информатики, это средняя, начальная и частично профессиональная школа. Около четырех тысяч учителей информатики в Москве, и вот мы объединяем, грубо говоря, каждого четвертого, каждого третьего учителя в Москве. Наша организация носит некоммерческий характер, это первое. Второе, никакого финансирования мы никогда не получали и не получаем. Мы такие энтузиасты, которые работают на основании собственного желания и в свободное время. Значит, несмотря на это, вот мы благодаря своей деятельности привлекли такое количество людей и очень активно участвуем вообще в том, что происходит в Москве. Значит, наш председатель Житкова Ольга Алексеевна, это очень уважаемый педагог. Этот человек был инициатором создания ассоциации, потом уже к ней присоединился я и другие члены ассоциации. Человек, получивший, в частности, являющийся победителем конкурса приоритетного национального проекта образования 2012, это очень большая, не только денежная премия, но это и большое почетное звание, которое говорит о том, что человек получил большое количество практических результатов в своей учебной деятельности. Эти результаты и подтверждены, и общепризнаны. Значит, итак, что мы делаем в своей ассоциации? В своей ассоциации у нас несколько направлений работы. Эти направления работы позволяют нам не только объединять учителей, но и позволяют нам помогать учителям. Мы являемся тем звеном, который, объединяя учителей, помогает им в профессиональной деятельности. Дело в том, что не секрет, что ритм жизни в Москве намного более быстрый, чем даже в столице Латвии и Риги. Учителя очень загружены. Чтобы получать приличную зарплату, учителям приходится вести большое количество курсов, предметов и вообще часов. И поэтому проводить какие-то дополнительные встречи, обучение учителям очень сложно. И вот мы делаем следующее. Стараемся сделать следующее. Первое. Мы проводим встречи по обмену опытом. Регулярно какие-то встречи проходят по обмену опытом. На этих встречах мы находим интересных людей. Мы пытаемся этих людей привлечь к нам на выступления ассоциации. И обмен опытом состоит в том, что люди, наши гости, рассказывают о том, что, чего они добились, как они этого добились и что они добились. В частности, вот наша ассоциация участвует в подготовке традиционных педсоветов. Ну, вы знаете, вот москвичи знают, августовский педсовет есть такое мероприятие. В августе педсовет в этом году проводили ассоциации учителей информатики. Департамент образования города Москвы вообще не имел никакого отношения к проведению августовского педсовета. Ну, и я должен сказать, что ассоциация информатики с честью выполнила поставленную задачу. Наша секция была, наверное, кроме русского языка и математики учителей, самой многочисленной и самое, так сказать, большое количество выступлений было у нас. В общем, нам приходилось даже выступления ограничивать, чтобы вписаться во временные рамки, которые нам предоставили. Значит, вот обмен опытом у нас проходит по многим отраслям и при этом, ну, по многим областям работы учителя. И при этом каждый член ассоциации может выбрать то, что ему интересно. Например, проходили встречи по организацию электронного журнала в школе. Вот наши коллеги не знают, но в Москве у каждой школы обязательно есть электронный журнал. И большинство школ уже отказались от бумажного журнала. Мы полностью перешли на безбумажные технологии. Ну, вот по этой области мы проводили встречи, проводили встречи по методикам преподавания, по другим вопросам. В общем, обмен опытом – это одна из больших наших задач и забот. Все встречи, что мы проводим, мы записываем на видео. Вот аналогично нашим коллегам. И эти встречи размещены в сети интернет. И вначале мы ставили свою задачу сделать так, чтобы люди, которые вот из-за того, что Москва огромный город, и приехать к нам на встречу не все могут. Встречи проходят иногда в неудобных местах для кого-то. Например, встреча на Юго-Западе подразумевает, что кто-то еще будет ехать 2-3 часа на встречу издалека. Это неудобно. Мы вначале ставили свои задачи, чтобы встречи были в реальном режиме времени, чтобы эти встречи были не только записывались, но одновременно с проведением транслировались в интернет. Но потом мы, в общем, здраво рассудили, что не всегда людям удобно смотреть именно в тот момент, когда встреча происходит. Поэтому теперь все встречи записываются и выкладываются на Ютуб. Соответственно, все учителя, кто хочет, члены ассоциации, могут просматривать наши встречи. И это является каким-то таким подспорьем в работе учителя. Кроме того, интересно, что к нам на встречи приходят обменяться опытом и немножко нас поучить приходят составители заданий ЕГЭ и ГИА. Это наши национальные экзамены. О них я подробнее буду рассказывать позже. И вот эти составители работ и составители заданий ЕГЭ и ГИА, они рассказывают о будущих экзаменах. Дело в том, что, как в любой ситуации, у нас информация, вот такая обычная бумажная и какая-то еще, она отстает от того, что происходит в реальной жизни. Поэтому у нас существует информационный голод. Каждый отдельный учитель в школе, он может пользоваться какими-то сайтами и прочими материалами, размещенными в сети. Но этой информации часто бывает недостаточно. И вот такие встречи, например, статистика. За один месяц встречу с председателем комиссии Ройтбергом просмотрела более 6 тысяч человек. То есть 6 тысяч человек, не обязательно это были учителя, это были и школьники. Они смотрели встречу с Ройтбергом, где он рассказывал о методике решения определенных сложных задач или трудностях решения задач на ЕГЭ. Вот. Значит, следующее, что проводит ассоциация, мы пытаемся организовать и участвовать в обучении учителей. То есть мы, некоторые встречи наши могут считаться обучением, и мы стараемся учителям помочь тем, что выдаем им соответствующие сертификаты, тем, кто прошел это обучение. Кроме того, что мы стараемся выдавать сертификаты, мы пытаемся организовать обучение. Вот сейчас у нас планируется, ну не планируется, уже оно запланировано и проходит обучение. Или не так, идет запись на обучение, которая пройдет несколько позже. Совместно Московский институт открытого образования будет с фирмой Oracle обучать учителей по нескольким направлениям. Вот на этих каникулах сейчас, пока мы здесь, в Москве проходит обучение программной оболочки Элис. Вот. Занимаются учителя интенсивно. Один день занятий, и они, в общем-то, уже понимают, как программировать на Java в оболочке Элис. Следующие, через месяц будут занятия дистанционные и очные занятия совместные, это программирование на Java. И последнее, самый сложный, самый большой курс в объеме 144 часа будет посвящен программированию на Java с применением SQL. Ну, то есть, интеграция баз данных, создание запросов на языке Java и, так сказать, работа программирования таких систем. Значит, вот это то, что делает ассоциация для учителей. Кроме этого, ассоциация учителей информатики проводит свои собственные конкурсы и олимпиады. С чем это связано? Дело в том, что мы не знаем, честно говоря, точно, как проходят конкурсы и олимпиады вот в Латвии, но мы думаем, что у вас та же самая проблема существует. У нас обычное обучение информатики для детей начинается со второго класса. То есть, уже со второго класса, уже предусмотрено, это не является большим, это не является госстандартом, но школы за счет так называемого школьного компонента, по желанию родителей, вносят в программу обучения детей некоторое количество информатики. Начиная со второго класса, есть школы, где с первого класса. Международные школы вообще стараются вводить информатику даже в прескул или в детский сад. Ну, такое положение вещей существует, но реальные олимпиады в России по информатике начинаются с программирования, и это реально уровень седьмого, шестого класса. До этого дети не готовы участвовать в олимпиадах по программированию ввиду ориентированности на само программирование. И вот Ассоциация Учителей Информатики считает этот процесс очень неправильным, и мы проводим олимпиады. Значит, прошу прощения, слайд затесался не туда. Вот это гости, которые у нас присутствуют. Ну, некоторые из вас могут узнать. Значит, слева это ученика, академика Ершова. Сейчас, вылетел из... Неважно. Значит, да, автор... Нет, ну, кто знает, автор языка кумир. Машинно-ориентированный язык. Значит, выше... А? Кушнеренко, да, я прошу прощения. Вот, внизу автор экзамена ЕГЭ Ройтберг, а выше автор самого известного нашего учебника. Ну, я опять забыл фамилию, прошу прощения. Кто помнит наш известный учебник информатики? М? Да, для школ. Угринович, конечно. Вот, заодно и... Значит, Олимпиада 5 и 6 информ, которую проводит наша ассоциация, это только наша ассоциация эту проводит, Олимпиаду, и участвуют в ней ученики 5 и 6 классов, первое. Второе, они участвуют отдельно, для разных возрастов, 5 отдельно, 6 отдельно. Первый тур обычно проходит от 1000 до 1200 участников со всей Москвы детей, и это проходит дистанционно с помощью среды Moodle. Второй тур проводится очно, на него приглашаются лучшие ученики, прошедшие первый тур. Обычно это около 75 учеников, что связано просто с количеством компьютеров в компьютерных классах в нашей школе, где проводится вот очный тур. Значит, победители награждаются ассоциацией в Доме учителя. Ну вот, прошлогодний тур проходил вот таким образом. Задания состояли из письменных заданий, которые решали дети за партами. Далее вот дети решали задания практические с компьютером. А далее вот произошло награждение, это победители Олимпиады 5 и 6 информ прошлого года. Значит, кроме того, наша ассоциация посчитала, что очень-очень нехорошо, если дети начальной школы не могут вообще участвовать никак в процессе олимпиадном и конкурсном для информатики. И поэтому мы предложили или провели в прошлом году первый раз, надо сказать нашему председателю, который был инициатором и проводил всю эту Олимпиаду, это огромный титанический труд, мы провели Олимпиаду компьютерного рисунка. Ну, как вы можете согласиться, компьютерный рисунок это то, что объединяет младших школьников в работе на компьютере. То есть, некоторые могут программировать уже в это время, некоторые нет. Кто-то пишет тексты на компьютере, кто-то нет. Это все достаточно разное, объединяет всех детей, это компьютерный рисунок. Значит, вот компьютерный рисунок в прошлом году мы провели, ну, в России был знаменательный год, это была годовщина битвы Бородино, победы над Наполеоном. И в честь этого были темой нашего конкурса были эти вот рисунки, посвященные победе Наполеона. Значит, конкурс мы проводили заочный, потому что в условиях Москвы тащить маленьких детей в школу было очень неудобно, и это было бы очень сложно, потому что для каждого такого ребенка нужен сопровождающий, это было бы сложно. Поэтому с помощью Moodle мы провели этот конкурс, было более 400 участников, на самом деле было много больше участников, но многих мы дисквалифицировали, потому что поскольку конкурс проводился первый раз, не все поняли условия задания и рисовали не совсем то, что было в конкурсе требовалось. Значит, вот как проходило награждение. Это дом учителя города Москвы, там у нас каждый четверг, каждый третий четверг месяца проходит наша встреча ассоциации. Значит, ссылки, если вас интересует, пожалуйста, вот сайт ассоциации, наш канал в YouTube и наш канал на Ustream TV, эти ссылки можно посетить, можно посмотреть, что у нас там происходит. Следующее я, так, про ассоциацию, если необходимы какие-то разъяснения, я расскажу более подробно. Значит, следующая часть моего выступления, наверное, время у меня подходит уже к концу. Я коротко расскажу, что такое ЕГЭ и ЕГЭА и как оно проходит. Значит, для моих коллег из Москвы это будет известная информация во многом. А для наших коллег из Латвии, наверное, это будет не совсем известная информация, это будет новая. Как проходит вообще экзаменационный процесс в России. В России существует два рубежных возраста. И этот рубежный возраст это 9 класс и 11 класс. Поскольку Россия является преемником СССР в большей степени, чем другие бывшие союзные республики, то уровни проверки знаний остались прежними. Мы в России не пошли на сильное изменение вот этих уровней и не сильно стали менять вот существующий процесс. Просто изменили форму экзамена. Значит, ЕГЭ и ЕГЭА. Что это такое? ЕГЭ это единый государственный экзамен. Это самый важный экзамен для школьника. На основании этого экзамена он может получить или не получить аттестат. И на основании этого экзамена происходит поступление в ВУЗы. Теперь вступительных экзаменов в ВУЗы в России нет. И эти экзамены, вот, экзамены школьные ЕГЭ, зачитываются как входные в ВУЗы. Значит, основные параметры для этого экзамена следующие. Окончание 11 класса это срок сдачи экзамена. Эта сдача экзамена происходит в единые дни по всей России. Экзамен сдается в бумажной форме. Ученик заполняет бланки. И после этого экзамен обрабатывается компьютерно. Полностью все происходит с помощью компьютера. Ученик получает личный пакет работ. И этот личный пакет работ потом сканируется в базу данных. После этого бумажная версия экзамена перестает существовать. Дальнейшие операции происходят с электронными версиями документов. При необходимости эти документы распечатываются. Дальше. Два обязательных экзамена есть. Математика и русский язык. Если ребенок не проходит некий уровень по математике и по русскому языку, он просто не получает аттестат. Он получает справку, что он прослушал курс. Если этот рубеж преодолен, то ребенок получает аттестат и сертификаты по экзаменам. Далее все остальные экзамены ЕГЭ наносят характер экзамена по выбору. Ребенок может выбирать тот экзамен, который ему надо сдавать. И он, выбирая этот экзамен, смотрит на те вузы, которые могут его принять. Соответственно, если ребенок идет в IT-сферу обучения, то ему, скорее всего, понадобится экзамен по информатике. А если ребенок идет, например, изучать право, то ему, скорее всего, понадобится английский язык и общество знания или история. Значит, вот такие обязательные... То есть, не каждый ученик сдает все экзамены, кроме двух обязательных. В принципе, можно сдать только два обязательных, но поступление в институт для такого ученика будет закрыто. Значит, остальные экзамены уже по выбору. ГИА. ГИА – это новая форма. Дело в том, что ранее ГИА не выделялась в отдельную экзамен. Это были просто обычные школьные экзамены по окончанию девятого класса. Спасибо. Значит, обычные школьные экзамены по окончанию девятого класса, они проводились, как всегда, в школах. И никаких вот особых таких вот трудностей не представляли. Потом, недавно совершенно, было принято решение, что эти экзамены тоже надо приводить в соответствие с ЕГЭ. То есть, проводить их с помощью специальных процедур, проводить их не в школе, а в пунктах проведения экзамена специальных, создавать наборы вопросов и экзаменационных материалов специально для проведения ГИА. И вот с прошлого года идет масштабный эксперимент по приближению экзамена ГИА к ЕГЭ. Зачем это сделано? Ну, официальная версия следующая. Прием в средние профессиональные заведения и прочие такие вот учебные заведения будет проводиться по результатам экзаменов ГИА. Точно так же, как школам рекомендовано при наборе учеников в профильные классы обращать внимание на результаты экзамена ГИА. Ну, это рекомендация такая. То есть, каждый ребенок средний балл аттестата. Вот дальше, если поступает много ребят с одинаковым баллом аттестата, в среднем, да, 4,8 или 5 баллов, дальше идут, смотрят каждый колледж, да, в данном случае, или, ну, образовательная организация на сегодняшний момент, реализующая программу среднепрофессионального образования, его результаты по ГИА и те предметы, которые его интересуют. Ну, в основном это русская математика. То есть, там, в наш колледж профильная математика, у кого баллов по математике больше, соответственно, зачисляется этот ребенок, да. Ну, вот сейчас это то, что новое в системе. Значит, я прошу прощения, продолжу. Значит, основные организации, которые занимаются организацией экзамена, это МЦКО, Московский Центр Качества Образования. Это структура, которая сейчас принимает на себя все функции по оценке процесса учебного, результатов обучения и самих учителей. Аттестацию учителей теперь проводит Центр МЦКО. И, в частности, одним из областей его деятельности является подготовка заданий ГИА. Следующий. ФИПИ. Это основная организация по подготовке ЕГЭ. Это Федеральный институт педагогических измерений. Здесь производится подготовка спецификации и кодификатора ЕГЭ и подготовка заданий ЕГЭ. Ну, и последний, очень важная часть нашего, так сказать, процесса РЦОИ. Это Региональный Центр Обработки Информации. Таких центров у нас создано по количеству наших регионов. 78 штук. Значит, 78 региональных центров обработки информации. Но, как происходит работа во всех регионах, я сказать не могу. А в Московском регионе Региональный Центр Обработки Информации производит сначала печать, рассылку, упаковку материалов ЕГЭ. Потом он обеспечивает проведение экзамена, то есть обучение учителей, обучение организаторов, обучение всех участников процесса тому, как должен проходить ЕГЭ. И организацию центров проведения экзамена и центров обработки результатов. Ну, там, где эксперты будут оценивать работы детские. Следующий. Он проводит экзамен, то есть встречает детей, производит верификацию детей, сверяет паспорта и так далее. Потом проводит сам экзамен и далее проводит оценку с помощью приглашенных экспертов работ детей. Далее обрабатывает результаты и последнее проводит апелляции экзамена. То есть дети могут, если они недовлетворены результатом экзамена или им кажется, что их оценили неверно, они свободно могут прийти, записаться на апелляцию, прийти в апелляционную комиссию, где его встретят эксперты. И там он может апеллировать свою работу. И, в принципе, одним из таких параметров качества проведения экзамена является количество апелляций. Значит, вот не знаю, как сказать про все предметы, а про информатику параметры. Да, следующее, что я могу рассказать, это основные параметры, чтобы наши коллеги представляли, что такое ЕГЭ в городе Москве. Значит, ЕГЭ в городе Москве в прошлом году сдавало около 600 тысяч человек. Да, около 600 тысяч человек сдавало ЕГЭ. При этом каждый десятый примерно сдавал экзамен по информатике, для кого он являлся профильным. Значит, при этом количество апелляций составило всего около 10%. То есть около 600 или 700 работ требовали апелляции. При этом некоторые дети даже не явились на апелляцию. То есть комиссия сидела и ожидала их, а они не явились. Дело в том, что у нас по номеру паспорта и специальному паролю любой школьник может увидеть в базе данных свою работу. Поэтому большинство, которые были недовольны баллами, они потом с учителями, с консультантами посмотрели свои работы, сканы своих работ. Они обсудили эти сканы работы и решили, что оценили их верно и являться на апелляцию не нужно. И из этих 10% апелляции всего около 10% потребовали коррекции и оценки. Вообще считается Московской региональной комиссией по проведению ЕГЭ, считается, что экзамен по информатике лучший экзамен среди всех остальных экзаменов ЕГЭ, экзамен по информатике лучший. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Вопросы Владимира Эдуардовича. Большое спасибо за то, что вложились очень точно. Здравствуйте. Павел Зотов, Москва. Хотел бы задать вопрос. Необходимо ли студентам колледжа, обучающимся, после обучения сдавать экзамен ЕГЭ при поступлении в высшее учебное заведение? Да, это... Ну, во-первых, я хотела предложить вас сегодня в Москве, начиная с... Как раз дебаты по электронному образованию. Будет много участников. 24 часа будет трести сайт педсовет.ру. Именно по электронному образованию, по информационным технологиям с сегодняшнего дня, с 4 часов по московскому времени и до завтрашнего дня. Приглашаю коллег всех поучаствовать в этих дебатах. Это первое. Что касается поступления в ВУЗ на базе среднепрофессионального образования. Значит, соответственно, ребята, которые не меняют направление, не меняют профиль обучения. То есть, соответственно, если он с экономического направления у нас в России, это таким образом. Поступает на экономическое направление дальше в ВУЗе. То есть, вот он учится на экономике бухучет, скажем так, да, и поступает на направление экономика в ВУЗе. Неважно, на бухучет, на банковское дело, на антикризисное управление. Это уже профиль обучения у нас в ВУЗе. Он имеет право поступать в ВУЗ без результатов единого экзамена, на основании внутренних экзаменов, которые проводит ВУЗ. Если он меняет профиль своего направления, то есть он учился в колледже на экономическое, а поступает на информационные технологии, он в обязательном порядке должен сдавать результаты единого экзамена. Если он поступает на вне бюджета, достаточно двух. Если он поступает на бюджет, три внутренних вступительных экзамена. Если это русский язык, математика, общество о знании, экономический профиль, информационный, то это информатика или физика. Но это в зависимости от специальности, это я вам конкретно могу рассказать отдельно, при отдельной встрече, те, кто является московскими ВУЗами. Поэтому, приглашая по электронному образованию, можно посмотреть очень большой опыт. Соответственно, и у нашего университета, я представляю Московский государственный университет экономики, статистики, информатики. И у нас большой опыт по взаимодействию как с школами и колледжами города Москвы, так и региональными и международной сотрудничестве. Поэтому, в принципе, я думаю, что вот будет перерыв обеда, и я внеформальный. Или, если будет возможность, я покажу, как в колледж у нас работает. У меня есть презентация и о электронном обучении, о сети ум взаимодействии. И каким образом у нас проходит процесс внутри среднепрофессионального образования. У нас нет вот тех уровней, которые есть в Латвии. У нас есть с 1 сентября 2013 года, у нас есть среднепрофессиональное образование, общедоступное, в которое входит начальное профессиональное. Да, вот где рабочая профессия, а потом, соответственно, уже система колледжей, и потом система высшего образования. Вот такая вот у нас система. И в рамках этого могу рассказать, если будет время, останется в том. Я думаю, что у нас еще есть вопросы. Да. У меня сразу несколько вопросов. Первый вопрос по аттестации учителей. Если возможно так вкратце рассказать, как она проходит. Второе, ну, интересует, естественно, учителя информатики. Второй вопрос, проводятся ли у вас олимпиады для старших школьников, то есть не только 5-6 класс. Далее, не пробовали ли вы искать спонсорской помощи у университетов или каких-то других организаций? И являетесь ли вы, то есть принимаете ли вы участие в создании ЕГЭ и ГИА? Продолжение следует... 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 И через 1-2 дня после проведения экзамена мы собираемся в определенном специально оборудованном месте, ну там нет доступа других людей, пропускная система и так далее, и мы проверяем эти задания. Задания проверяются обезличенно, то есть мы не знаем, чьи задания мы проверяем. Проверка проходит обязательно двумя экспертами каждого задания. При расхождении оценки эксперта на 2 и более баллов происходит процедура отправки работы третьему эксперту. Ну там есть какие-то тонкости, связанные именно с компьютерной обработкой. Например, я эксперт западного округа и мне никогда на проверку не попадет работа из западного округа. Это просто компьютерная программа, не выдаст мне эту на проверку работу. Аналогично я третий эксперт и мне никогда не попадет на экспертирование третьим работа, которую я проверял как первый эксперт. Вот эта система существует. Ну а срок проверки такой. Экзамен по информатике сдает порядка 6-7 тысяч человек в Москве. Не все выполняют задания части С, есть такие, которые не выполняют, но реальный объем где-то порядка 20 тысяч листов, которые надо проверить. И эта проверка длится день или два. За день или два 100 человек проверяют все эти работы. Вот один раз мы проверяли 3 дня, но это было связано с тем, что было огромное количество части С написано. И приходилось проверять долго. А так, в принципе, норма проверки 15 минут на работу. То есть эксперт в день должен проверить 60 работ. Спасибо за внимание. Приглашаем Эл Мрудзит из 1-й греческой гимназии. Там расскажут о соревнованиях Беглс. Добрый день. Долго слушала хорошую русскую речь. Сейчас будет трудно. Давно не говорила. Осмысленно как бы. Болтала много. А вот говорила мало. Сейчас я буду рассказывать о конкурсе Беберас на литовском, Беберас на латышском, а на русском Бабьер. Уже знаете. Я знаю, что вы должны знать. Потому что я в этом конкурсе от имени Латвии, как видно. Там видно, да? Латвия. Наш флаг. Уже 8-й год. Но Россия вот здесь. Но тут и Канада. Тут и... Нет, Канада тоже. Тут США, я смотрю, и Австралия. Большие государства долго думают. На этот момент уже 35 государств, как бы, в этом конкурсе. Но это началось в Литве в 2004 году. И почему Бебер? Автор этого конкурса, профессор Литвы, Государственного университета Литвы, Валентина Дагена, придумал, что Бебер ассоциируется с очень... Как вот с человеком, который работает в компьютерной сфере. Потому что, как и Бебер, должен всегда трудиться. Вы знаете, почему Бебер должен трудиться? Все время грести. Потому что во время всей жизни у него вырослые зубы. Как он только перестанет это делать, он умрет от голода. Потому что выросли такие большие зубы, которые уже не может закрыть. Откуда... Почему вообще нужно такое название? Потому что основатели этого конкурса ознакомились с аналогичным конкурсом по математике. В мире он больше распространен, чем Бебер. Это как кенгуру. Но в Латвии как-то он не вошел, поскольку у нас умные люди сказали, что он слишком дурацкий для Латвии. Я очень стараюсь, чтобы Бебер так и не был. Но схема как бы оттуда выбрана. Должен был быть вступительный износ 1 евро каждому. Я в Латвии от этого отказалась, потому что не знала, как это будет собирать и кто будет платить мне за это. Это уходит в других странах за уплату учителям, за призовой фонд и другие расходы. Вторая схема, которую переняли от кенгуру, это совместная разработка задач. Один раз в год мы съезжаемся где-то в какую-то страну. До того мы придумываем свои задачи и тогда отсылаем в СВН такую копилку. Просматриваем. Тогда нас разделяют по командам. И мы просматриваем и исправляем и придиряемся к задачам других стран. Своими не видим, не слышим, как другие придираются к нашим. Награждение призеров. Ну, в каждом конкурсе такое бывает. Не знаю, почему я тут. И летний лагерь это в кенгуру есть, у нас пока еще нет. Из этих денег тогда получалось, насколько я знаю, в Украине, по-моему, так и делается. И в Баврии тоже. Литва изначально придумала, что у них будет запрограммированный PDF, и который следит за таким процессом. Регистрация участников гарантирует это. Это копируется на десктопе. Это контроль за соблюдением правил, то есть нельзя открывать ни одну аппликацию во время конкурса. И зашифрованный файл результатов, где генерируется в формате Excel, но если его открывать, никто не поймет, где его результат, какой он, хороший или плохой. И учителя должны эти Excel собирать и отсылать в центр. Интересно, это все дело с утра, не заметила, что это не перевела. Это цель конкурса на латышском, извините. Подширять интерес учащейся об IT, развитии логического мышления и развивать представление об алгоритмах. Развивать, это правильно? Не знаю. Я с утра на двух языках до того думала, сейчас с утра начало на русском, уже трудно. Это называют такое сокращение обозначений типов задач. Алг, это алгоритмические. Соц, это ассоциейтед, это для соберей. Общие принятые какие-то правила в интернете, правила пользования почтой и всякие такие. Юзис, это прикладные программы, каким-то образом обыгранные. Пазл, это игры логические. Инф, это что-то с информатикой связано. И структур, это структуры. Но это все в игровой форме и как бы так, чтобы было привлекательно. В 2005 году была Олимпиада БИО, Балтийская Олимпиада по информатике. И там я, это моя голова. И там стоят работники института при Латвийском университете, Мартын Чопманес, который организирует все латвийские Олимпиады по информатике. Он мне рассказал про этот конкурс. И я просто поехала туда посмотреть, что это такое. И я рассказала, как я про это думаю. И он там презентовал мое мнение, его мнение. И мой опыт, как я показывала своим ученикам, и что они про это думали. Это моя гимназия. Она там немножко дальше. Кстати, она государственная гимназия, не просто гимназия. И, кстати, с тех времен, когда конкурс появился в Риге, у нас там и бебер завелся. С ним борются. Зеленые говорят, нельзя его истребить. Потому что это такой экстра, да, символ. И где-то можно, по-моему, увидеть дерево такие испорченные. Как мы решали эти вопросы? Ко мне зашел школьник. Говорит, я хочу научную исследовательскую работу писать. Я говорю, что умеешь? Я знаю, что он программировать умеет, но я это ему не преподаю. Я сама не очень в этом. И он, я говорю, у меня такая проблема. Ты можешь ее решать, решить каким-то образом. И так, за полтора года мы сделали свою систему, которой основная задача была упростить работу учителям. И чтобы облегчить, что мы им не надо было так много приготавливаться, там что-то собирать, отсылать и потом ждать. И мы это решили в интернет-среде. И когда Литва сказала, что за этот лого надо будет платить, каждый раз, когда я на диплом буду ставить, и что такое, тогда я попросила свою тоже ученицу, которая студентка государственной академии искусств. Дана, моя ученица тоже, я сказала, придумай что-то другое. И чтобы не было похоже на бобра, потому что в Латвии в то время как раз была такая поговорка, и даже, по-моему, по телевидению, «Убей бобра, спаси дерево». Я думала, боже мой, а у меня такой конкурс. Потом он придумал, он совсем другой. И говорю, чтобы он такой для детей, и для больших, и для всех приятный как бы был. Это у меня интернет-сайт такой тоже немножко, ну, такой простенький, не переделывали много лет сейчас. Это уже тест-среда, как они регистрируются на конкурс. Это уже сам конкурс. Он, кстати, сейчас в 12 часов начался, и мы оба в собраниях. И я, и мой программисты, это плохо. Но я смотрю в телефоне, что никто еще не... Я заканчиваю. Он как крутой, бэксис. Решение новое, которое... Поскольку мой ученик сейчас уже студент, магистратура в университете, тут и работает, как работник тоже, так он уже много раз перерабатывал как работу по специальности, и как работу курсовую, и много раз перерабатывал. Сейчас система работает уже... Да, там, а кони? Тут на английском клоу. Облачно, вот. И подключаются как надо много этих виртуальных серверов. И я могу сейчас зайти в свою админ-парк и посмотреть, сколько сейчас... А я уже сошла, по-моему, здесь. Ну, для аналога. Я? Долго. Порой. Ну? А, пойдет. Икона уже видна, значит, зайдем сейчас. Увидим. Сейчас я смотрю, тут есть одна коллега, которая тоже... Ученики, которые... Это задачи всех, всех, всех ремен, сколько у нас тут были. И сегодня принимают участие дети, которые учатся в шестом-седьмом классе. Вторник были одиннадцатый-двенадцатый, и вчера было девятый-десятый. И эти конкурсные группы по именам. Сегодня называется кадет. Кадет. Я сейчас хочу запустить. А, запустим. Вот. Таурупы, Рижская тридцатья уже, Карсов, Илгаба. Ну, тут это такая... Мы записываем очень много информации про все, что делает ребенок в интернете. Но... Сунта же, Юрмолс. Ну, я. Ну, есть число, сейчас не могу сосчитать, но принимают участие. Это пункты, которые, может быть, они получат. Сто пять – это самый максимум. Так, все. Пожелаем им хорошего дня. И все. Спасибо за вне... Вопросы есть? Нет. Все ясно. А, спасибо. Спасибо. Тож, двигаемся дальше. Эдит Лейкмана. Салдувская профессиональная средняя школа. Использование роботов Лего в учебном процессе. Здравствуйте. Как уже сказал... Это я, Эдит Лейкман, и приехал из салдувской профессиональной школы. Я буду вам рассказать о Лего Майнстромс, как их использовать в школе. И в своей презентации я отвечу на трех вопросов. Во-первых, что это такое Лего Майнстромс? Как их можно использовать в школах? И потом, ну, если вы решились их использовать, ну, что надо приобрести, или что надо знать перед тем, чем начать их использовать. Может быть, какой из вас уже знакомый с Лего Майнстромс? Подмените руки. Ага. Ага, ага. Хорошо. Ну вот. По дефиниции, это Лего Майнстромс конструктор для создания программируемого робота. Но надо знать, что есть актуальные модели и постарше. На это время многие используют Лего Майнстромс NX-T2, но самый новейший в этом году был произведен Лего Майнстромс F3. И если вы хотите их, ну, везти в школу, тогда, ну, смотрите на F3. Они намного мощнее, чем предыдущие модели. И еще надо знать, что есть домашняя и школьная версии, как я их назвала. Домашние – это те, которые можно купить в самом простейшем Лего магазинах. Они в таком картонной коробке. Но школьные немножко, намного различаются в комплектации. И в таких пластмассовых коробках, и не всегда в обыкновенных магазинах можно их купить. Ну вот. Что входит в базовые комплектации? Если вы знаете Лего Техник, тогда вы будете знакомы и со деталями, с опрягаемыми деталями, такие как палки, оси, колеса, шассирни, другие, эти стандартные. Но и есть такие электронные блоки, как программируемый блок управления, здесь можно его видеть, интерактивные серводвигатели, две большие, один поменьше, сенсоры. Ну вот и здесь самое большое, самое большое различие между домашним и школьным версиям. Потому я в скобках писал Д как домашняя и Ш как школьная версия. Ну, во-первых, датчик касания в обеих версиях, цветовой сенсор в обеих версиях, инфракрасный передатчик и приемник только в домашней версии. Но можно купить дополнительно для школьной, ну, пользование школь тоже. И ультразвуковый датчик расстояния только в школьном, здесь можно его видеть, как глаза. И жироскоп только в школьном версии, я думаю, этот. Ну и программное обеспечение, обеспечение, но только домашним, входит с базовой комплектацией. Для школ надо купить лицензию для пользования в классе. Вот так примерно выглядит домашний комплект. Так, школьная версия. Провода не видно здесь, но есть. Ну, если вы приобрели робот, ну, как его создать? Во-первых, надо сделать конструкции, торс для этого робота, из механических и электронных деталей, потом подготовить программу робота. Есть такая среда, не среда, вида. Среда, да? Среда, которая, ну, выработана из лего, фирмы лего, но можно купить робот Си, который в настоящем языке Си можно программировать, да? LabVIEW, JAO и другие. Ну, а потом загрузить эту программу в блок управления робота через USB, ну, потом запустить программу и смотреть, всё ли удалось или нет, и что надо исправлять, или механики, или, может быть, программы, и опять тестировать. Примеры. Каждому этому роботу своя функция, ориентироваться в окружности, перемещать объекты, балансировать, стрелять, сортировать блоки под цветом. Ну, это пример программы F3, состоит из пиктограммов, которых можно таскать, перетаскать из панели и сделать такую программу. Ну, и как этих лего роботов можно применять в школах? Ну, во-первых, для изучения и укрепления знаний о реальном мире. Но тогда у вас надо звать на помощь физику, чтобы понять механику движения, преобразование, вращение монтажа с тернями и так далее, математика, геометрия. Это было первое место, где в жизни я использовала Пи, значение Пи, музыка, робот-исполнитель, робот-инструмент, искусство, робот-танцы, театр, рисование и так далее. И также для обучения виртуального мира. Если мы как приоритетарный, возьмем программирование. Ну, конечно, в проектах и соревнованиях разных масштабов и для развивания навыки, креативность, точность, сотрудничество, ну, все это можно дать. Примеры. Ну, например, для школьников сказать, сделай робот, который может перемещаться, избегая препятствий. Ну, самое простейшее. Перемещаться без колес, гусениц. Как? Перемещается по лестнице, танцует, поет, играет в театр, режет огурцы, сматывает пряжу, подметает пол. Ну, вот, на этом я буду показывать вам один видео. Примеры, как это уже реализировано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 и самое последнее в этом видео это сами две действия если в школе и только один но больше этих роботов тогда можно их в группах использовать каждого ультразвуковый этот сенсор они знают как близко к другому ну и последний слайд из моей презентации ну что же тогда их необходимо для такого во-первых учителя энтузиаста без него ничего не будет да тот который хочет и и будет заняться этим потом конструктор программируемость печенья лицензии если не и если вы не купили . домашний вариант компьютеры лучше с интернетом чтобы они могли искать информации аккумуляторные элементы они там сказано что лучше алкала но можно и те которые но и пос помещение для работы хранения конструктора робота ну почему почему майнстром с майнстром с майнстром всякие плюсы и знаю всех и множество применение для всех возраста робот просто изготовить просто нести изменений нет не так как если мы делаем из микросхем школьник уже знакомый просто для них сделать этот торс несложное программирование если вы не выбрали робосы или другое для обучение программирование множество инструкций в интернете совместим с другими конструктором так что вы можете самые простейшие детали из лего конструктора взять и детали имеют длительный срок службы я не сказала но в общем они мелкие это может потеряться но спасибо за внимание вопросами здравствуйте зотов павел москва хотел бы узнать вообще стоимость вот мы скажем так домашний и второй по моему профессиональный да ну школьный кто финансирует просто у нас был опыт мы другу подарили такой некий набор он достаточно ну получился ну скажем так скудный у него набор внутри был и чтобы что-то купить во первых это тяжело достать тяжело найти и за каждую деталь там сколько-то нужно платить постоянно то есть как у вас в этом реализуется просто интересно узнать спасибо я имею свои собственные и нести лего майн стараемся но наша школа включила бюджете некая сумму для может быть не для следующий год но может быть дальше ну мы так нашли такую комплектации как мы хотим в интернете в в германии не знаем пока еще как этот процесс будет идти но примерно ну примерно такой домашний вариант но где-то около 300 и больше евро стоит один комплект до дополнительные детали можно из лего но есть и сами совместимые с лего есть такие фирмы официальные отдельно можно купить звуковой сенсор например температуры и так далее что еще не на не ответила на школа под государством не государство спасибо еще один вопрос у вас я смотрю все вот эти проекты это ваши ученики сделали да нет это вообще агитка тогда вопросы участвуйте ли вы в каких-нибудь международных соревнованиях по роботам потому что их великое множество проходит и добивались вы каких-то результатов вот в этих олимпиадах спасибо наша школа пока еще не не принимает участие потому что у нас нет этих роботов достаточно достаточного количества я использую свои собственные чтобы там такие экспериментальные уроки на готовую базу робота конструкции я учеников спросила чтобы они сделали программу которая там разные функции для этого робота надо сделать вот так но мы будем будем когда у нас будет тогда мы будем пойти на соревнования приглашаем минуса семкевича прикольская яумышской государственной техникум с эфиратом вовлечения вовлечении учащихся латвийский и проект здравствуйте меня 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 зовут и носа семкевича представляю прикольские ямышки государственные техникум и принципе о конкурсах латвии и европе и мире то что наша наш техникум уже более ста лет уже это старое здание отремонтированные красивые уже это новый корпус очно у нас уже учатся только очень больше чем девятьсот 12 разной профессии но там меняется у нас самое но что у нас есть экотуризм которые из молодых таких но принципе меняется что-то уходит и что-то приходит да ну у нас конкурс школе вначале они были довольно такие ну для зрителей не интересны и понемножку мы сделали чтоб в школе такие обычные конкурсы для зрителей как видите аккуратно выглядит с глазами только он ничего не видит до перчатки другой раз поставим резиновые перчатки дадим и надо что-то сделать или вообще печатать накрашиваем клавиатуру золотую и печатает да принципе это больше для зрителей в начале мало но потом уже последние годы уже и секретарши и коммерческие курсы тоже принимает участие уже в наш конкурс просто уже потому что вычислительные системы техника у нас уже посчитал где-то 130 учеников когда-то это было больше сельскохозяйственный а теперь уже довольно большую часть уже мы занимаем да ну тут можете видеть как аккуратно но дальше а профессиональных конкурсах да надо сказать мне нам повезло то что с учениками то что только что ночь начались в латвии и дальше участвовать и роскилз и вордскилз и у нас был были ученики которые были согласны много работать дополнительно чтоб что-то достичь сначала значит в общем сложности конкурсы в школе потому что обычно больше одного который хочет или двух который попасть хочет дальше тогда конкурс в латвии или это новый профессионал может быть что есть полуфинал финал смотря как когда дальше эйро скилз который бывает каждый второй год эйро скилз и каждый через год ну один год эйро скилз в следующем году вордскилз да так что в этом году был вордскилз не знаю россию чувствовал или нет но века ты первые три места из азии я ну да япония малайзия не помню 3 но в принципе начиналось 2012 у нас тоже в школе были две школьники которые принимали участие дальше новый профессионал дальше один который пошел дальше подготовка кейро скилз значит подготовку начинали шестеро принципе 3 уходят дальше но принципе было то что от 6 только трое дошли до конца уже если кто-то из этих трое вы было по состоянии здоровья то уже принципе не было бы полной то есть тут немножко из конкурсов новый профессионал это ученики учителя дальше это который не не только айты но и остальные которые конкурсов участвовали с нашей школы и дальше пошло подготовка кейро скилз да там уже многие то есть коммерциальность даты латвийский университет по моему материал тоже предоставляла и три уехали в эйро скилз да нам повезло из нашей школе двое подготовились и оба уехали эйро скилз и тут видно и кт эксперт латвии дагность тоже и наши ученики это у них подготовка для принципе психологической подготовки всякие идет дальше эйро скилз так что тут может быть лук узнает марагубой золу тоже мы были бельгии до латвийская команда тут мы которые соболезны на открытие очень хорошая действительно очень так сказать эмоционально очень хорошо это все даже так рабочее место три ящика циско которым там много-много что внутри тут просто команды видны до германии даже только двое осталось тут потому что действительно но вера скилз то что там три человека windows 1 2 linux и 3 циско но можно помогать друг другу ну мы тоже после первого дня там тоже встретились там во время работы нельзя не встречаться ничего на второй день и уже сдача ключей как 5 сдаем ключе и все дальше сзади наш эксперт да но вначале там чипы эксперты которые отвечают за все но хорошее было то что после конкурса сразу на следующий день ночью при прилетели в латвии и салвис и андрис приехали в школе и рассказали их школьникам после этого хоть на следующем году он были участники которые очень хотели туда попасть и мне не надо было говорить что тебе надо подготовиться в этом году это не сделала уже нету уже нету такое заинтересованность и чтоб прийти дальше следующий год и кт полуфинал наши в 10 это уже показывает что было тон только то что пригласила полуфинал второе и пятое место финал уже первое второе наши остальные мне не очень но это нам повезло с учениками мне не надо было потому что первое место занял ученик третьего курса остальные все были четвертого курса но он сидел где-то месяцев три-четыре и учился и начинал уже к учителям подходил вот это мне непонятно и дальше уже word skills тут небольшие фотографии значит и word skills тут уже один человек должен все четыре дня диска linux windows надо подставлять телефоны и еще в так был из наших еще флаг 2 которые покраска правильно да и вот это темы которые он должен знать windows linux и такие задания которые за 30-минутные которые никто заранее не знает в этом году на следующей неделе у нас прикули будет уже интересно и салду сможет приезжать у нас не только конкурс но и учителям будет мероприятие где будет сумма роботы тоже можно будет пятницу можно приезжать если кто-то еще заинтересовался может приехать потому что пятницу у нас действительно будет сумма робота программирование и сами можете делать да не то что только показывает и осенью франция кто уезжает и роско с не знаем и не будет но принципе он будет и спасибо за внимание у нас здесь упоминали игру что где когда давайте сыграть супер блиц вопроса есть если нет тогда замечательно переходим к следующему рефраду вита баликова рижский технический колледж участие в латвийский всем Следующими рефератами, поскольку у нас у многих здесь профессиональное обучение и во многом наш опыт общий. Общие сведения о Рижском техническом колледже. В 2011 году мы получили статус Центра компетенции профессионального обучения. Для нас это было очень важно и мы этим гордимся. Наша история ведется с 1935 года, то есть в этом году нам 78 лет и начало нашего колледжа происходит от ВЭФ техникум. Если вы помните, раньше было в Советском Союзе знаменитый завод ВЭФ и при нем в свое время мы создали школу. И вот со временем мы стали Рижским техническим колледжем. Мы занимаемся, значит, и проектами. Я не буду рассказывать о конкурсах, потому что очень хорошо рассказала представительница из Преквелья о конкурсах. Мы тоже там участвуем. У нас два адреса на Браслос и на Ледмонос в Риге. И у нас два уровня образования или две структуры. Мы преподаем первый уровень профессионального высшего образования и среднее профессиональное образование представляем. На первый уровень к нам приходят люди со средним образованием. И как зачисляем мы по сертификатам госэкзаменов. Длительность обучения в зависимости от программы идет два-два с половиной года. На среднее образование к нам приходят дети после девятого обязательного, девятилетнего обязательного образования. Это основная школа. И у них вступительные экзамены. Учатся четыре года, то есть четыре курса. В среднем профессиональном образовании у нас десять программ и двенадцать специализаций. Это вы можете прочитать. Все не буду читать. Очень долго. И на первом уровне профессионального образования у нас одиннадцать программ. Десять программ и одиннадцать специализаций или квалификаций. Мы очень много участвуем в различных проектах, поскольку не всегда денег хватает на все, что мы хотели бы. Поэтому стараемся привлекать различные фонды европейские и так далее. Это проекты, софинансированные Европейским социальным фондом. Там в основном идет о наших методологических и других инновациях. Есть пилот-проекты с Леонардо да Винчи. Их тоже чуть-чуть меньше. Я хотела бы рассказать больше там, где мы учеников. Да, обмен опытом. Вот мы... Спасибо дальше. В 2007 году у нас один из первых проектов был с Леонардо да Винчи. Дети из мехатроников. У нас есть ЦНЦ машины, и они ездили именно туда на практику. Оттуда были очень хорошие отзывы о том, что мы хорошо подготовили, чтобы дети, у которых нету такого оборудования здесь, могли там хорошо проходить практику и очень быстро обучаться всему тому, что хотели рассказать. Это для учителей, это неинтересно, или интересно, но нам. Для ЦНЦ машин также был проект тоже Леонардо да Винчи в Финляндию. Там познакомились с очень хорошими коллегами, с которыми у нас также подписан договор о сотрудничестве. Это в Финляндии, это Роване, Лапландия, Северный полюс и так далее. И очень-очень интересная у них программа, насколько сильно у них проводятся практики. Это что-то невероятное. Мы тоже так хотим, и мы к этому стремимся теперь. Мы знаем, к чему стремиться. Также, вот я уже говорила, у нас с ними сотрудничество, и в 2012 году мы еще раз туда ездили. Другие учителя, другие ученики были. Я тоже там была, поэтому рассказываю уже на собственном опыте. Это нечто невообразимое. Действительно хочется учиться, хочется все это потрогать, что-то сделать и так далее. Есть еще у нас несколько колледжей, с которыми мы сотрудничаем. Это вот Лапландия, есть в Сандвикине небольшая школа в Швеции, и университет Брэдфорда из Англии. Они к нам приезжают каждый год, показывают проекты, как важно учиться, чтобы получать что-то тоже интересное. Там достаточно интересные проекты они показывают. Учатся не только ученики, но и учителя. Поэтому проекты бывают не только для учеников, но и для учителей. В данном случае в 2011 году ездили по двум разным проектам, но в одно время учителя и ученики. Ученики проходили вместе с студентами в Дании. Они учились в одной группе, и у них было обучение для компьютерных систем. А учителя обменивались опытом в это время. В 2012 году учителя ездили обмениваться опытом в Германию. И в этом году ученики и программисты конкретно из программистовских групп, они ездили в Данию в ту же школу. Там проходили языки программирования, которые у нас нет. Это C-Sharp и CISCO учились. Ну и про Евроскилл хотела чуть-чуть упомянуть, если успею. Чем мы гордимся? У нас есть кружок робототехники, но это не отдельная программа. При этом ученики и учителя туда приходят абсолютно добровольно, непринудительно. В свободное время они учатся, что-то делают. И вот в 2010 году попали по отборочному конкурсу наши из кружочка ученики и получили серебряную миндаль в Евроскилле. Ну, собственно, вот и всё. Вопросы? Большое спасибо. Спасибо. Тогда Евгению Кружкову из Долгопилской профессиональной средней школы. Дискуссия об использовании технологических процессов. Так, на самом деле... Добрый день всем. На самом деле я хотел как бы подвести итог нашей сегодняшней конференции. Я, конечно, хотел, чтобы вы все сидели бы немножко ближе, чтобы мы могли поговорить, да? Значит, я так понимаю, что российская аудитория и то, о чём я сейчас буду говорить, наверное, более знакома, чем всё-таки наша аудитория, да? А непосредственно я буду говорить о процессе информатизации. Я слышал, что у вас в России этот процесс уже начался достаточно давно, и серьёзно о нём говорят уже последние года три. То есть о том, как внедрять средства информационной технологии, о том, чтобы перейти от простого обучения компьютером, да, к осознанному использованию его в учебном процессе. Значит, я здесь описал в среднем, что такое информатизация образования, да, ну и, соответственно, средства информатизации, да? То есть, как вы все понимаете, то есть это непосредственно аппаратное, программное обеспечение, которое должно быть использовано в процессе обучения. Значит, ну и, соответственно, направление, которое есть, да, значит, это как раз-таки тот самый переход от образования, которое нацелено на то, чтобы научить, как этим компьютером всё-таки пользоваться, да, к такому образованию, чтобы человек уже непосредственно пользовался, потому что это и является неотъемливой частью его жизни. Ну и, соответственно, требование, которое в связи с этим появляется, о том, что педагог должен обладать не только знаниями своей области, но и, соответственно, знаниями IT. Я именно специально поэтому задал вопрос Владимиру Эдуардовичу насчёт того, чтобы он мне пояснил, как у вас проходит аккредитация именно педагогов. То есть, может быть, у них какие-то навыки IT проверяются, что у них проверяется, какие технологии они должны уметь использовать и так далее. Значит, существует такой подход в современном образовании, как деление учебного процесса на три вещи. То есть, это непосредственно занятие само, когда ученик работает, то есть, направление на уникальность этого процесса, то есть, чтобы этот процесс был доступен конкретно каждому ученику в том объеме, в котором он способен его понять. И, соответственно, центр здесь устанавливается, это ресурсы, которыми ученик непосредственно пользуется. Значит, ну, знания, здесь появляется огромное количество вопросов, которые надо как-то решить. Один человек, естественно, никогда этого не решит. Каким образом подходить к решению этих проблем? То есть, допустим, такие вопросы, какие навыки необходимо освоить? В каких дисциплинах использовать средства информационных технологий? Можно ли их использовать во всех учебных предметах и так далее? По непосредственно организации персонифицированного учебного процесса, то есть, когда процесс направлен на ученика, то есть, как на личность, надо посмотреть следующее, то есть, какую надо создать образовательную среду. То есть, какой должен быть класс, как должен быть построен учебный процесс, как должны быть составлены учебные планы и так далее. Ну и, соответственно, ресурсы – это вообще большая проблема. То есть, какие ресурсы возможны использовать в учебном процессе, как подойти к этим ресурсам, может быть, какие уровни можно создать для этих ресурсов и так далее. Здесь примерно представлено то, чем пользуется сейчас, в том числе система, которую нам демонстрировали ребята из Елгавы. То есть, различные средства, которые помогают работе педагогов. То есть, всё это может быть включено в учебный процесс в различных предметах. Но стоит ли в таком большом количестве всё это внедрять? Появляется один большой вопрос. То есть, у нас система образования становится следующим образом. То есть, есть учитель, ученик и программа обучения. Всем, наверное, любому педагогу знакома эта система. Ну а в целом, школа, что хотелось бы из этого получить? То есть, это государственная поддержка непосредственно школы в сфере развития информационных технологий. То есть, не только финансовая именно поддержка, да, а разработка именно программ и методик. То есть, существуют организации, которые направлены на то, чтобы это делать. То есть, чтобы они создавали непосредственно сами методики, которые можно было бы применять успешно для образования и получения тех важных навыков. Непосредственно в ВУЗы, да. Раньше, конечно, было такое понятие, что школа – это была маленькая ступень для того, чтобы поступить в ВУЗ. Некоторые ВУЗы пытались создать школы на своей базе, когда они подготавливали студентов. Там преподавали уже педагоги какие-то из этого ВУЗа, которые впосредствии, соответственно, лучших учеников избирали, точнее, выбирали для вступления в свое учебное заведение. Ну и непосредственно участие сторонних организаций, то есть, вот StartIT – организация, которая могла бы у нас в Латвии использоваться. Кроме этого, существуют различные другие организации, которые тоже могли бы принимать в этом участие. Наша задача – определить, какова площадь вот этого объединенного сегмента, который получается на данный момент при сопоставлении средств информационно-коммуникационных технологий и нынешней системы образования. Значит, здесь я задал бы немножко вопросов, но так как у нас, к сожалению, нет времени, мы, наверное, на них отвечать не будем. Поэтому здесь при использовании информационной технологии какие положительные эффекты можно достигнуть, которые направлены на процесс работы с учеником. Значит, ну, непосредственно такие вещи, как выработка основных умений и компетенции, которые есть, должны присутствовать у любого ребенка. То есть, это работа в команде. То есть, учитель в этом случае выступает как помощник, да, и непосредственно ребенок сам проделает всю свою работу, которую делает. Значит, как же внедрять, да, два способа, значит, существует два способа не только по внедрению информационных технологий, но и вообще в образовании, да. Один способ – это просто внедрять как поддерживающие средства, а у нас в образовании – это просто некое заменение каких-то устаревших элементов более новыми. Ну и, соответственно, второе – это более кардинальный подход, когда мы изменяем систему образования, да. Так как представитель старта IT сказал, что навыки уже у нас становятся достаточно, компьютерный навык становится достаточно популярным, он занимает одно из первых мест, поэтому, наверное, все-таки надо потихоньку уже двигаться ко второму способу и каким-то образом применять. Где его применять, я думаю, что каждая организация должна для себя четко решить. То есть она применяет это в каком-то конкретном предмете, в пределах своей кафедры или, может быть, в пределах своего учебного заведения, может быть, сотрудничать с некоторыми заведениями, то есть одного типа, то есть профессиональных или высших учебных заведений. То есть каким образом они могли бы сотрудничать и внедрять эти программы, соответственно, их тестировать. Здесь приведены преимущества и недостатки использования информационных технологий. И, соответственно, плюсы, наверное, все вы очень хорошо знаете. Минусы, может быть, не всегда так очевидно видны, но один из таких не очень хороших факторов – это снижение живого общения между учениками и педагогами. С одной стороны, у них появляется новая форма общения, они используют интернет, скайпы, электронные почты, всё хорошо, но непосредственно живого общения и социального навыка они, к сожалению, начинают терять. Ну и также свобода поиска информации, которая зачастую нам не даёт преподавателям правильно оценить знания ученика, когда он, экономя свои силы, время, посидел в интернете, спокойненько нашёл материальчик, за 10 минут подготовился, даже профессионально его не читал, сдал готовый реферат. Что необходимо сделать? Здесь очень-очень много факторов. Они в основном разделены по среднему по три на те группы, что непосредственно надо сделать учителям, что непосредственно надо внедрить в общество и что надо внедрить в учебный процесс. Вы можете так быстренько пробежаться, потому что я так понимаю, что мне уже пора заканчивать, и я не могу вас задерживать, но хотелось бы сказать одну очень важную вещь, что необходимо помнить, что информационные технологии могут привести как к улучшению качества образования, так и иметь противоположный эффект. И главное помнить, что ученик, мы не готовим ученика к жизни, а ученик уже живёт. Спасибо. У нас есть время на один... И вопрос, наверное, небольшая ремарка, только в этом. Я думаю, что вот в неофициальной части мы как раз об этом пообщаемся побольше. Я вам могу сказать только, что в российских школах, а оно московских, у нас есть новый стандарт для начального образования, для школьников. Там есть требования к выпускнику начальной школы, требования к выпускнику школы. И там чёрным по белому написано «Используем ИКТ-компетенции у ребёнка». Это в первую очередь одна из тех компетенций, которая должна быть у ребёнка и должна быть использована учителем в образовательном процессе. И прописано у наших преподавателей, которые проходят аттестацию. Вы знаете, у нас там в школах по душевое финансирование есть коэффициенты. Один из этих коэффициентов – это как раз использование ИКТ. И у нас очень много большие наработки методически использованы этих компетенций в образовательном процессе. Да, соответственно, мы можем поделиться опытом и сотрудничеством в этом направлении. Я знаю, что у вас в своё время была введена государственная программа, где в школах тестировали. Есть, оно и сейчас есть использование. У вас работали медики, психологи. Да, психологическое сопровождение. В Латве нет. Поэтому мы готовы поделиться, работать в этом направлении, в общем-то, более тесно, скажем так. – Коллеги, я предлагаю дискуссию действительно перенести в менее формальную обстановку. Единственное пожелание, ну, все, наверное, достаточно опытные участники конференции. Давайте не будем кластеризоваться, да? Давайте перемешаемся. – Получится, пожалуйста. – Правда. – Еще раз спасибо за ведение этого конференции, но я хотел еще один вопрос. Мы должны сегодня попыстрее поесть, где 14-15 месяцев не заканчивать. И потом мы поднимаемся момент на музей-университет.